всем привет салтая доброе утро у нас утро правда утро уже позднее и сегодня что-то припозднилась ну да ладно так какая у нас сегодня каша каша пшеничная муж встает раньше меня когда на работу вообще рано встает пол четвертого утра и в шесть часов он уже на работе на ули ну какую добавочку когда варим или яичку или пшеничку вот такую добавку я еще делаю сейчас я добавлю сюда тут хорошая смесь такая тут и тыквенные семинарии хочу покажу вот ложечку прям хорошую такую набрала вот так кашка холодная сейчас перемешаю немножко может водички добавлю что на густал загустела и чуть-чуть подогрею я люблю тепленькую горячую еду я не ем только ну такую не совсем холодную и не горячую сейчас из чайничка добавлю немножко воды как раз семечки разбухнут вот так сейчас лопаточку возьму я буду брать лопатку мне нравится между прочим и полезно семена полезны всякими микроэлементиками витаминтиками много каши видите сколько много каши он оставляет утром можно даже себе до первой половины дня до двух часов можно так объемисто кушать как я называю почему я рассказываю ну потому что у меня идет путь к стройности муж кому-то это будет интересно и вы посмотрите какой завтрак у меня не только каши мы составили рацион каш чтобы не кушать одно и ту же все выключаем мы составили рацион разных 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 каш из разных круп на неделю и еще идет одно вареное яйцо ну как бы утяжелять немножко завтрак потому что каша быстренько переработается а яйцо все таки оно на дольше хватит чтобы не было зверского аппетита на обед я яйцо с утра не ем мне достаточно каши если было бы ее в половину меньше я потому что яйцо съела яйцо я буду кушать ну 12 может быть по первого вот так если захочу и чай например и после еды чай конечно я не пью чай у нас идет вообще отдельно не после обида сразу раньше как мы чай или там муж цикорий пьет кофе мы не пьем я вообще я только чай пью ну какао вот еще полюбила но какао свое тоже имеет свою такую калорийность хорошую так что злоупотреблять лучше не надо но все всем приятного аппетита кто кушает в это время я сажусь кушать завтракать поставил очистить чайник ну все чайник чистый оставляю на пару часов а потом вернусь к нему пем яйцо а потом вернусь к тему и по Congo все в в и сковородку специально использую старую арахис очень крупный прям прелесть и вы получите но все добрались мы до дома но опять режим экономии нарушен всего нахватали тут еще заехали в мариюра тут еще взяли туда все так на обед у нас есть форель мы вчера запекали котлетки я пожарю обязательно и вот можно работу этого покупали рубленые котлеты это очень вкусные они действительно рубленые и мяско там нормально все они небольшого размера вкусные мужу понравится это он на работу возьмет ну и отварила свеклу с утра перед поездкой прям потворила я свеколку люблю ну обзор покупочек сделаю я попозже сейчас буду заниматься обедом покупки в мариюра небольшие и вот чек не стали брать не огурцы не помидоры немножко отдохнем от них свекла суп харчо муж любит эти супчики вот именно именно такие молочку все никак не могу сварить какао вот наконец сварю какао и плюс коктейль может быть сделаю так но это безусловно каждый раз беру я вот это котлеты из филе бедра и филе грудки обалденные котлеты бумажные полотенца в светофоре не оказалось взяли здесь и масло вот масло тоже берем который подешевле и сметана по по скидочке 15 процентный муж попробовал прошлый раз сказал что нормально попал эти пакеты сейчас разберу покупки в светофоре значит чек на такую сумму так где тут сумма вот вот сумма такая выбились из графика экономии ну ничего все это нужно потом значит мы не будем просто ходить в магазин будет незачем вот столько муж мне наковырял пока я ходила клубники прям он так индивидуально потом открою вам ее покажу филе грудки на кости 222 рубля но взяла взяла одну штучку потом на пробу взяла вот такое масло 82 и 5 ну конечно она не очень качество ну 44 рубля 40 копеек ну просто на пробу что она себя представляет указано что по госту ну посмотрим посмотрим ну захотелось сырники посмотрели состав с ничего такого плохого нет так что вот муж сегодня будет снимать пробу я ему сделал разогрев духовке потому что микроволновки у нас нет у нас знаете такие качели когда вот что-то такое покупаем или вот разогреть ох плохо что микроволновки нет а с другой стороны что ну нет и нет в общем как то так вот зареченские продукты мужу нравится он берет иногда пельмени такие ну вот мини чебуречки взяли тоже это с расчетом на работу у них кстати на работе есть микроволновка и все и он там как раз разогреет три минутки и такой вот небольшой перекус сочная мясная начинка в том в тонком золотистом кисте и вот попробовать новую марку манты 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 в общем из говядины и курицы тоже пока почитали состав неплохой и вот друзья взяла квашеную капусту одно время мы брали капусту квашеную мне она очень понравилась очень вкусная была но не помню производить по моему другой был но и попробую вот этого производителя если что значит просто не понравится в сыром виде будет значит потушу и все потушу или можно даже супчик мужу сварю по что супы я не ем а ему сварю щит кислинки тоже будет хорошо ну и муж у меня есть потих понемножечку но продолжает кушать майонез но уже не так как было раньше я майонез вообще не ем ну по крайней мере стараюсь если уж вот на новый год были праздники конечно конечно мы я немножко нарушила но сейчас стараюсь приходить в обычный режим и избегать те продукты которые мне не полезны ну и вот вторая часть то что покупок светофоре вот такой горошек мы берем мне нам он нравится неплохого качества вкусненький вот взяла мужу на бутерброды вот такой плавленый сыр ветчина сыром дешевенький был попробую пойдет пойдет нет так нет набор орехов взяли посмотрела тут состав неплохой прям хорошо подобраны орешки попробую по моему брали один раз и было нормально но они знаете они шли с такими какими-то шариками которые были в глазури а здесь я посмотрела здесь этого нет поэтому взяла ну вот чеснок сушеный почитали составу не ничего лишнего нет ни ромать ароматизаторов нет он какой-то взяли тут все порвано и вот перец чесночный меня тоже заинтересовал тоже попробую что это такое ну и муж может чаю конечно же халву я есть ее не буду подсолнечное с изюмом семейная там было еще с арахисом взял с изюмом да не глядя потом с арахисом но нет нет они оказывается по-разному и вот такую сетку купили это я применяю уже сетку такую в теплице очень отлично от от всякого комарья ну даже не ножки не белокрылки ничего не пролетает сюда мы в прошлом году первый раз использовали в две теплицы сделали эти сетки но так как открываю я с двух сторон двери до особенно у томатов то с той стороны мне нечего было просто мы на пробу взяли а потом конечно забывали купить еще и добавок правда она голубая чтобы и синего цвета это коричневая разницы нет и там я сделала знаете садовую вот эту пластиковую сетку садовая знаете такая зеленая она из пластика мелкая решетка я просто так и этом причепляла на что-нибудь на веревочки а тут саша мне сделает и будет с двух сторон закрыта и кстати от соседских животных от скотов в частности я от них тоже остерегаюсь и она защипляет хорошо и проветриваемость хорошая и отличные работаешь теплицы и никто тебе ни один комар туда не попадет ничего прям удобно вот знаете 140 рублей все удовольствие стоит но это работает абсолютно работает взяли две штуки на 2 теплицы вот такое мне сегодня такой обзорчик небольшой она еще взяли водичку тут я начала одну упаковку сейчас надо убрать вот вторую взяли сейчас тоже заехали ну вот сегодня мы потратились хорошо где-то в районе 3000 рублей конечно ну ничего потом значит мы будем экономить и в магазин нам будет незачем ходить потому что все есть только такое что-то по мелочи в общем пока я учет веду пройдет месяц я обязательно перед вами отчитаюсь расскажу как у нас что получилось но я думаю что продолжать мы будем не это интересно и его подробно все расскажу как что я и делаю всем желаю хороших полезных приятных покупок